ребята всем подписчикам youtube канала привет ну что я вас искренне рад приветствовать в новом видео и как вы увидите возможно уже поняли что она будет не совсем обычная потому что я прямо сейчас я нахожусь во франции я сделал в соцсетях опрос хотели бы чтобы я разобрал прямо продукты во франции что продают с каким составом в общем люди проголосовали поэтому в этом выпуске мы с вами разберем эти моменты касательно ашана из франции давайте с вами сразу к делу я честно не знаю что из этого получится полный эксперимент возможно видео вообще не зайдет но если зайдет будет прикольно и я для вас стараюсь записывать такие видосики даже находясь в отпуске для того чтобы вы просвещались теме питания нутрициологии здорового образа жизни приятного просмотра когда заходишь в магазин вот здесь сразу вход магазин потом написано добро пожаловать на французском и здесь конечно же огромное количество просто овощей так же как и в нашем ашане в россии очень много овощей вопросов спору нету и на самом деле вот единственное что я хочу сразу сказать что качество овощей качество зелени она реально отличается то есть вот я например мы ели болгарский перец сам вкус он другое то есть если мы берем ценовой сегмент примерно одинаковый с точки зрения соотношение к зарплате то есть не супер ультра дорогой и не супер ультра дешевый потому что здесь например те же самые помидоры они есть вот эти вот пластиковые обратите внимание естественно вот эти вот помидоры они не будут сильно отличаться вот они здесь например бельгийские а есть мы возьмем какие-нибудь вот на веточке давайте рядом возьмем давайте один евро очень грубо 100 рублей 400 рублей килограмм там 250 вот эти пластиковые то есть я не беру условно супер эконом сегменты я не беру супер лухари сегмент вот например лухари здесь 700 рублей килограмм вот такие томаты короче я беру средний сегмент овощей если брать его конкретно то конечно же правда вот я опять же без какой-то листика там европейским продуктом ну отличается даже мне ребята писали в инсту как продукция вам наша те кто во франции живут кстати спасибо всем кто смотрит я вижу разницу в качестве продуктов ну вот да здесь тоже самое французские помидоры 700 рублей 700 рублей 700 рублей все по 700 рублей вот здесь вот эти кстати стоит 600 рублей килограмм опять же все это сравнивать нужно не с российскими ценами нужно сравнивать это со средней зарплатой в европе плюс налоги плюс медицинская страховки всякие так далее так далее за что здесь платят потому что в америке если вдруг не смотрели выпуск америка обязательно посмотрите там мы делаем и два выпуска с америка с ребятами сделали с команды первый выпуск это просто что продается второе это сравнение здоровые продуктовые корзины что меня реально очень удивляет это большое количество зелени вот кстати ко мне идет охранник походу да вот этот охранник себя хотел ребята в каждой стране хотят меня выгнать из магазина в общем попросил не снимать людей попросил не снимать цены короче большое количество зелени очень круто вот это прям сильно отличает европу и даже америку и причем она разная вот например типа есть сельдерей есть разные виды капусты и брюссельская капуста в огромном количестве есть встретишь ли это в россии сто процентов встретишь но в таком количестве крайне редко встретишь можно на базарах встретить можно где-то встретить на каких-то частных рынках либо больших магазинах но вот здесь практически в каждом магазине большая ассортимент именно зелени фруктов, овощей и всего остального. Очень много зелени. Вот посмотрите, просто огромный прилавок различной зелени. Да, красиво это все упаковано. Вот наша любимая рукола и рукола. Кстати, в основном, опять же, если мы сравним травы горечи, травы горечи полезны для нашего желчоотока. Если будет у нас хороший желчооток, то следовательно, у нас будет хорошо усваиваться, эмульгироваться жиры, хороший гормональный фон, жиростворимый витамин будет хорошо усваиваться, следовательно, энергии будет много зрения, будет хорошие волосы, будет красивые, гладкая кожа будет. И вот так, ребята, как вы уже поняли, наверное, поняли, несмотря на то, что сзади меня написано добро пожаловать, меня выгнали с магазина. Не прошло буквально и 15 минут. Короче, но несмотря на то, что меня выгнали, я очень много пунктов записал относительно того, что я хочу вам рассказать, очень много подсъемов сделал конкретных продуктов, конкретных составов, поэтому давайте сразу к делу. Как говорится, я не договорила. Давайте с вами разбираться. Так вот, история с овощами, если очень коротко подводить итоги, история с овощами, с фруктами и с зеленью, то здесь качество реально чуть лучшим. Вот, и поэтому, если мы говорим про овощи, фрукты и зелень в том числе, то они реально имеют вкус. Вот я помню болгарский перец, который мы ели буквально с моей женщиной, буквально позавчера, она даже сама сказала, блин, я не помню, когда я ела последний раз, такой вкусный перец последний, за последние там полгода, а мы как раз не были в Европе чуть больше, чем полгода. В общем, это очень интересно, и я решил об этом обязательно поделиться. Следующая категория продуктов, это растительные масла. Оно в основном является таким же аналогом, как в России вот это рафинированное подсолнечное масло. И парадоксально, что, ну, про рафинированное масло я говорил в предыдущих видео, что оно очищено от всего самого полезного, от лицетина, от витамина Е, поэтому не берите никогда рафинированные масла, и тем более уж не жарьте на них. Как делается рафинация, я тоже очень коротко проговорил в предыдущих видео. Обязательно подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, потому что много разборов продуктов полезных и не полезных, не очень полезных, проходит на канале. Так вот, здесь, например, во Франции очень много используется именно рапсового масла. Рапсовое масло по факту тоже супер дешевое в закупке, супер некачественное с точки зрения полезных питательных веществ. Я всегда продукты подразделяю на категорию с высокой биологической ценностью, с малой биологической ценностью. И вот если, например, помидоры пластиковые имеют уже низкую биологическую ценность, а рапсовое масло сам как источник очень некачественное и добавляется в огромное количество. Далее, естественно, стоит отдать должное это огромному количеству морепродуктов, и оно реально очень качественно. Так как во Франции больше холодного течения, они реально более насыщенные, потому что, например, если мы берем в Испанию, там больше омывается берега за счет теплого течения морепродукты, рыба, они не такие жирненькие и следует мне такие насыщенные, вкусные. Вот мы буквально вчера на обед зашли поесть морепродуктов, и до этого мы ели рыбу сибас, и такая вкусная рыба, такие вкусные морепродукты. Ты просто кладешь креветки, рыбу, и она у тебя просто плавится во рту. Это реально невероятный вкус. У кого сейчас тоже слюни протекли, протекли изо рта, поставьте лайк этому видео, потому что я сам сейчас захлебываю, вспоминая вчерашний вот этот вкус морепродуктов. И тут вопрос не в конкретном заведении, вопрос именно в самих, в самом качестве продуктов. Дальше еще одна интересная особенность, то есть я здесь не просто разбираю все продукты во Франции, потому что очень много на самом деле схожего. Если мы берем касательно мяса, касательно котлет, каких-то полуфабрикатов там и так далее и так далее, то очень много начинает на прилавках появляется соевых продуктов, потому что опять же с точки зрения экономической эффективности сои гораздо выгоднее, чем мясо, чем скот. И поэтому, естественно, сделай так, чтобы человек кушал сои, которая экономически выгодна производителю, это маркетинговый ход. В России, например, в сравнении с Россией, сои здесь гораздо больше. Но если мы сравниваем, например, Францию в сравнении с Америкой, то там просто половину на сои. Но сои это не очень хороший источник белка, неполноценный по аминокислотному составу, потому что те аминокислоты, которые есть в животном белке, необходимы для нашей щитовидной железы, нашей печени, нашего желчного пузыря, наших надпочников и так далее, и так далее. И просто невозможно прожить полноценно, качественно, не парясь по поводу питания, если быть только на вегетарианском питании, потому что на вегетарианском питании можно существовать вообще легко. Вопрос закрытия тех дефицитов витаминов, микро-макроэлементов, жирный кислот типа омега-3 жирный кислот или витамина В12 через Матрицевский. Но на моей практике, а у меня практика, мягко говоря, не маленькая, я-то опытная женщина. Несколько тысяч человек через мой проект прошло. Я знаю, что люди просто, ну, тяжело восполнять дефициты те или иные на основе анализов, даже если ты вегетарианец, даже если ты в этой теме лет 10-15. Никто не говорит, что я буду тыкать в человека рулька с виной, если он будет со мной работать. Нет, я говорю про то, что нужно умеренно добавлять в свой рацион минимум три раза в неделю животный белок. Желательно каждый день один из приемов пищи, либо рыба, либо яйца, либо морепродукты, либо мясо, либо субпродукты. И замена соевым белка это вообще далеко не здоровая замена. Категория продуктов, которую тоже я сейчас прокомментирую, почему, например, эту категорию продуктов я в России сам не применяю, но здесь я использую в своем рационе. Конечно же, с чем ассоциируется Франция? Вот можете остановить видео, напишите, с чем у вас может ассоциируется Франция и с какими продуктами. Так вот, возможно, вы написали лягушка, улитки, круассаны, багеты, вино. Вот, возможно, вы написали сыр. Так вот, по поводу сыра и молочной продукции в априори. Во-первых, здесь нету кисломолочных продуктов. Честно, для меня это было удивление, когда я первый раз прилетел. Я сначала не понял, и вот буквально недавно до меня дошло, что здесь нету, ну, так как у меня в рационе нету кисломолочных продуктов на системной основе, я редко могу кефир использовать. Ряженку крайне не рекомендую использовать вообще никому. Нагретое молочко ни разу не друг для ваших сосудов и надпочечников. Так вот, когда мы с вами говорим про сыры в России и сыры здесь, это совсем два разных продукта, потому что здесь реально гораздо качественнее продукт. Причем я увидел, что именно в большом количестве магазинов продается альтернативные виды сыров, типа овечего, типа козьего сыра. Это очень круто, потому что белок, который содержится в молочной продукции, не всегда человек усваивается, даже если он считает, что у него лактаза недостаточно, но вздутие, газообразование, запоры, метеоризм, либо акме, который может быть как раз-таки следствием потребления молочной продукции. Даже если мы говорим про молочную продукцию, обычную коровьего молока, сыр, творог и прочее, то здесь они очень качественные. Как я это понял? Во-первых, это по вкусу, то есть нету большого количества ароматизаторов, вкусовых добавок и так далее. Это по составу тоже видно. И плюс, если мы говорим просто про мои субъективные ощущения, а я опять же очень много разных продуктов пробовал и в России, и за рубежом, и в Америке, и в Эмиратах, и везде, то сыр очень приятный. И у меня нету реакции на него в виде вздутии, проблем с ЖКТ, которые может быть на молочную продукцию в России. Опять же, я не беру супер-ультрадорогой какой-то сегмент и супер-ультрадешевый, типа сыр там за 100 рублей, за кусочек 200-300 грамм. Далее, следующая категория продуктов. Это кондитерские изделия, это шоколадки и так далее. Если мы говорим обычную кондитерку, она точно такая же, даже, возможно, где-то чуть хуже. Такие же шоколадки, в составе которой на 100 грамм, 50-55 грамм сахара, просто вдумайтесь, это трэш-контент. Именно поэтому не надо думать, что здесь как бы, как бабочками, здесь этого нет. Здесь оно в точно такое же количество, даже чуть-чуть больше, чем это в России. Мы, на самом деле, к сожалению, идем по пятам этого пути развития. Это легальный наркотик, люди подсаживаются на это, поэтому как можно быстрее убирайте с своего рациона всякие кондитерские изделия, гидрогенизированные жиры, которые неестественного происхождения и которые, по факту, могут увеличить экономическую эффективность для производителя, но ни разу для вашего здоровья не помогают, потому что это может быть причиной атеросклероза, проблем с сосудами, проблемы с когнитивными функциями мозга, заболеваниями, воспалениями в организме. Вот эти добавления гидрогенизированных жиров в шоколадках, конфетках. Очень важно, даже если там написано эко, био, без ГМО и всего остального, не выключать критическое мышление, потому что вот я, например, взял тот же хлеб, на котором написано био, и там, по-моему, около 70-75% это вот какая-то основа сделана тоже из сахара, обычной пшеничной муки там и так далее. Поэтому это тот же самый хлеб, просто у него ценник чуть выше, потому что он био, потому что там типа натуральная настоящая мука, но по факту это обычная мука, плюс добавление большого количества сахаров. Еще очень важный момент, я увидел там прямо банку, я даже видео заснял, банка сахара, типа в отделе био продается просто банка сахара, в котором, ну, естественно, 99 грамм на 100 грамм, это чистейший сахар, и плевать на самом деле, это вам, если что, подсказка, кокосовый сахар, какой там дынный сахар бывает, кукурузный сироп, это по факту весь один тоже галимый сахар, реакция организма у него одинаковая, и поэтому если написано без сахара, ну, там маленькая звездочка, там написано без добавления рафинированных сахаров. Здесь, на самом деле, это гораздо хуже распространена теория, и там много людей, которые закупаются продуктами, думают, что это натуральные продукты, а на самом деле они ничем не отличаются. Так, давайте теперь по поводу круассанов, по поводу багетов и всего остального. Пшеничная мука, которая используется здесь, и пшеничная мука, которая используется в масс-маркете, важное уточнение. Вот у меня ощущение на клейковину. Многие говорят про глютен, многие говорят, типа, целяки есть только 3% людей, поэтому глютен, собственно, не страшен. Согласен ли я с этим фактом? Да, согласен, если бы мы жили примерно в 90-х-2000-х годах, потому что тогда количество муки, в котором концентрация клейковины глютена превышает все значимые просто нормы и ненормы, опять же, для увеличения экономической эффективности, то оно как бы кратно превышает нынешнюю пшеничную муку, которая используется в масс-маркете для выпечки и всего остального. И поэтому есть такая неспецифическая реакция глютена в виде запоров, метеоризма, газообразования, вздутия. Поели булку, вы сами стали как булка, условно. Плюс это все, конечно же, выражается на внешнем состоянии, потому что вот здесь 80% нашего иммунитета. Есть такая ткань в нашем кишечнике, которая называется кишечно-ассырная лимфоидная ткань, которая формирует 80% белокровных телец, лейкоцитов, которые борются с нашим иммунитетом. И все, что у нас здесь происходит, это по факту есть следствие того, что происходит в нашем кишечнике. И вот этот глютен клейковины, который в масс-маркете последние 10-20 лет используется, он может провоцировать вот такие не... Ну, то есть целиакия – это очень серьезное заболевание. Я говорю не про целиакию. Если я сравниваю здесь, то здесь как будто бы у меня ощущение, опять же, на уровне ощущения, я не могу на 100% подтверждаться, но когда я ем, могу съесть где-то там кусочек хлеба, мне реально плохо в России. И здесь от круассанов. Вот мы заказали огромный круассан, и мы его съели, ну, там много. Если в совокупности минимум, наверное, 3-4 круассана я съел от этого большого. И здесь гораздо лучшее состояние ЖКТ моего, потому что, поверьте, я человек, который много лет слежу за своим состоянием в ЖКТ. Качество по ходу пшеничной муки чуть лучше, и количество клейковины, которое добавляется для увеличения экономической эффективности, здесь ее меньше. Что мне прям понравилось? Очень много на продуктах написано такое написано «нутрискор». Вот я прям специально сфотографировал колбаски, чтобы вы видели, что сардельки аж там на последнем уровне. Ди, по-моему, у них, не помню. Это прикольная шкала, потому что это немного помогает человеку научиться выбирать состав. И я попытался сделать корреляцию, то есть я взял условно там 10, 20, 30 продуктов и начал читать составы и сравнивать с той градацией, которая на обертке на главной стороне. И на самом деле очень близко к правде. Другой интересный момент. Я, например, брал кокосовое молоко. Я увидел, что, например, там, где больше консервантов, ешек, даже есть сахар, и меньше именно сливок из кокосового молока, то у него градация чуть дальше, а не первая, например. А там, где более качественный состав и более односложный продукт, то есть меньше добавок всяких, тем она ближе к первой шкале. Вот это очень круто. Я надеюсь, что рано или поздно это тоже у нас появится. Но это не исключает того факта, что нужно учиться читать составы и понимать, что ты берешь, зачем ты берешь, как это помогает твоему организму, телу. И что в нашей тарелке каждый день лежит либо наш яд, либо наше лекарство для нашего внешнего вида, самочувствия и энергии нашего здоровья. Что еще понравилось? Мне понравилось, что в составах очень часто пишут количество ингредиента, которое добавили в этот продукт. Вот это прям, за это прям отдельный респект. Опять же, я вспоминаю ту самую гусиную печень. Если вы не видели выпуск про закупку продуктов, обязательно посмотрите там, где я смеюсь про гусиную печень, где она, внимание, аж на девятом месте. То есть все, что после двоеточия на первых двух-трех местах, это иногда может занимать до 80-90% от общей массы именно продукта. Когда гусиная печень на девятом месте, понятно, что там ее, дай бог, 5-7%. Так, ну что, это полнейший был эксперимент, поэтому спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, как вам выпуск. Я много путешествую, и я не знаю, если вам будет заходить такой контент, это я смогу понять по комментариям и по вашим реакциям, по лайкам. Я могу снимать больше таких обзоров из разных точек, уголков отдаленных нашего небольшого шарика. Такое, моя отдушина, поэтому я параллельно совмещаю и отдых, и параллельно то, что мне дает очень много энергии, удовольствия и так далее. Пишите комментарии, ставьте реакции. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok